Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! 15 февраля Русская Православная Церковь отмечает Великий Двунадесятый праздник Средине Господне. Владыка, напомните, что означает слово «средине» и почему «средине» празднуют на 40-й день после Рождества Христова. Мы вспоминаем событие, которое описано в Евангелии. «Средине» переводится очень просто – «встреча». Мы вспоминаем, что на 40-й день после рождения Спасителя его матерь, Дева Мария и Иосиф Обручник по закону принесли его в Иерусалимский храм для того, чтобы посвятить первенца Богу. Был такой обычай – первенца посвящали Богу. И, приходя в храм с младенцем, тогда же приносили так называемую жертву – жертву очищения. И поскольку они были небогатыми людьми, они принесли двух горлец. Такое разрешалось. В Иерусалимском храме их встретил старец Симеон. Это такой служитель храма. Очень интересна его история. Он был одним из 70 так называемых толковников, ученых иудейских мудрецов, которые переводили священное писание, Велховейский завет переводили на греческий язык. И перевод, который получился тогда, этот перевод получил наименование Септуагинта. Он и до сегодняшнего дня является одним из главных источников библистики. Это тот перевод, переводами с которого пользуемся в том числе и мы с вами. Когда, причем, книги, разные книги Ветхого завета были розданы разным участникам. Вот Симеон переводил книгу пророка Исаии. И он встретил там слова пророчества. Дева в очреве примет и родит сына. Он подумал, что ошибка. Ну, бывает, переписывали люди, да, как дева может родить сына. Нет, конечно. И он перевел слово «молодая женщина». И ему явился ангел Господень и сказал, что нет, оставь так, как есть, поскольку это говорится о рождении Мессии. И сказал ему ангел, что ты не увидишь смерти до тех пор, пока сам не увидишь Мессию. По преданию, святой праведный Симеон прожил 360 лет и ежедневно находился в храме Божьем. И когда родители принесли младенца Иисуса в храм, то ему было открыто, что это тот самый младенец, тот самый Мессия, которого он дожидается. И вот он взял его на руки и сказал свою знаменитую молитву, которая известна, наверное, каждому культурному человеку просто по обилию музыкальных произведений, положенных на этот текст. «Ныне отпущаешься раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром». То есть сегодня, владыка, ты отпускаешь своего раба согласно своему обещанию с миром. «Яковидисто очи мои, поскольку видели очи мои спасение твое, ежи уготовыл и си пред лицем всех людей, свет в откровение языков и славу людей твоих Израиля». Вот эта молитва до сегодняшнего дня звучит в храмах наших на каждом вечернем богослужении. Они ее или читают, или поют, в зависимости от того, какая служба совершается. И вот это событие, такая вот удивительная, чудесная встреча. И то, что старцу Семену было открыто, то, кем является этот младенец, который он взял на руки, вот и вспоминается в этот праздник Сретения. Кроме старца Семена, участницей этого события была еще одна такая старица. Анна Пророчица. Анна Пророчица, совершенно верно. Чифа Нуелева, да, так о ней говорит Писание. Вот она вдова, которая прожила очень небольшое время со своим мужем, и потом всю свою оставшуюся жизнь вдосту провела при Иерусалимском храме. И служила день и ночь, помогая там. И она тоже была свидетельницей вот этого события. И как бы вот о ней тоже вспоминают в эти дни церковь. – Вот говорят, считается, что в этот день на Сретении могли соединиться Ветхие и Новые Заветы. Что это означает? – Ну, это именно и так, несколько поэтическое описание того, что произошло. Ветхий Завет – это старец Семен. Он как бы символизирует собой Ветхий Завет. Ну, это, конечно, больше такое поэтическое изложение. Он символизирует Ветхий Завет, тем более, что он является одним из авторов перевода Ветхого Завета. А Новый Завет – это сам Христос, Спаситель, Мессия, которого принесли в храм. Вот, собственно говоря, поэтому эта встреча не просто вот так в буквальном смысле, что встретились люди, но и как бы еще несколько более символично встретились два – Ветхий и Новый Завет. И вот в этот день мы вспоминаем это событие. Вопрос от зрителя. В Евангелии от Луки есть такие слова. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери его, «Се лежит, сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Это предсказание, собственно говоря, в кратком таком виде всей дальнейшей истории Спасителя, всего того, что произойдет. «Сей лежит нападение и восстание многих в Израиле, да». То есть Иисус станет таким пререкаемой такой личностью. Часть народа уверует в Него, пойдет за Ним и уверует в Его воскресение. Собственно говоря, начало христианской церкви – это иудеи, иудейский народ. Потом она уже распространяется во всех остальных народах. Как, кстати, сказал Симеон Свет в откровении языков. Языки – это народы, то есть всех народов. «И славу людей твоих Израиля, а тебе самой оружие пройдет сердце». Вот это такое образное, опять же, выражение, которое мы вспоминаем в Страстную Седмицу. «Твое сердце оружие пройдет», да, потому что мать, которая стоит у креста, на котором распяли ее сына, это, опять же, образное выражение. У нас священное Писание, оно изобилует поэтическими сравнениями и образностью. Почему на Сретине Господне богослужение совершают в голубом облачении? Дело в том, что голубой цвет облачения – цвет Божьей Матери. Обычно в голубом облачении служат на богородичные праздники. Ну, Сретине – это такой интересный праздник, он как бы двойной, он и богородичный, и господский. Но по традиции в большинстве храмов служатся в голубом облачении. Ну, хотя это не что-то такое раз и навсегда установленное, разные есть традиции. Бывает так, что в белом, например, в некоторых храмах служатся. Вообще символика цветов, она не является чем-то однажды, твердо, навсегда установленным. Скажем, вот на Пасху мы служим в красных облачениях, да, а вот русская зарубежная церковь в белых облачениях служит на Пасху. Так, еще с древолюционных времен такая вот традиция идет. Ну, это, в общем, в этом нет какой-то такой строгой обязательности. Вопрос от зрителей. Что значит икона умягчения злых сердец, которая связана с событием Сретения Господня? Ну, дело в том, что вообще у нас иконы Божьей Матери необыкновенно поэтически названы. Как правило, это, ну, смотрите, «Утаримая печаль», да, «Нечаянная радость», «Всехскорбящих радости», «Скоропослушница», ну и так далее. Их очень много. Помимо тех, которые носят названия по местности, в которые они проставили, там, «Смоленская», «Казанская», «Тихвинская» и прочее. Вот еще и такие. Вот умягчение злых сердец. Ну, так вот и воспоминают вот эти вот слова «Тебе оружие пройдет сердце», слова Симеона Богоприимца. И как бы вот считается, что она, эта икона, отчасти такая вот иллюстрация, что те страдания Христа, которые вот пронзили сердце Богоматери, они могут и умягчить злые человеческие сердца. Вот, я думаю, вот так вот. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok